Так, всем привет! Сегодня у нас 16 мая, а это значит день рождения у Люси. Мы тут уже все собрались. Вот, она нас пригласила в кафешку. И мы уже тут вот возле кафешки стоим, идём в кафешку. Всё, у меня аж пока целовались-целовались, аж горло перехватило. Как так целоваться можно, что аж горло перехватило? Я не знаю, что за тебя! Да, да, да. Всё, холодно на улице, я в ботинках, в куртке, в шапке. Вообще дубарина на улице. Ну всё, идём в кафешку. Так, заходим, заходим. Ой, я если не упала, не упала, подвернула ногу. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. А, а то мы уж испугались, думаем, как так. А мы ждём, ждём на улице. Как так? Девочки, насчёт выпить питья, пол-литровки или 700 граммовку? Ой, пол-литровки хватит. Ну, лично, лично мне. О, тут кто-то уже был. Кто-то был. Ну, а это наше, наше любимое место. У нас уже тут всё. Что-то, куда-сюда хочешь сесть? Почему? То есть, я вообще всё буду. Нет, да тут сяду. А, ну ладно. Вот такое у нас кафе здесь. Красивое. И мы тут всегда отмечаем дни рождения. Наш такой уголок. Помоложе мы были, мы даже тут наплясывали. Вот сейчас как-то уже и не пляшем. Но музыка, музыка есть. Тут туалет сразу, и раковина, и стол. Свет включат нам. Так что всё, ладно, готовимся. Так, ну что, мы уже маленько сели тут. Люся нам там морсиком угощает. Балует нас морсиком клюквенным. Вот, так что мы покушаем, попьём, посидим, погуляем. Мы так неожиданно, мы так неожиданно, вы приехали. Ну давайте, проходите. Давай, проходите. Подожди, доживёт вам ухать. А что, это кому-то кто-то мешает. Вообще-то свободные. Поздравляйте с днём рождения. Всего хорошего, наилучшего. Очень спасибо. Радости, веселья, здоровья. Ага, спасибо. Бабушка, поцелуй. Днём рождения, поздравляй. Не стесняйся. Днём рождения, здоровья, счастья. Мы же увидели уже с самого девочки. Там как-то сюрприз. Да. Цветок прекрасный. Подарик, радость, день рождения. Да. И маленький-маленький как подарочек. Спасибо большое. Не знаю, куда посылать. Кому посылать? Да. А я вот ничего не снимаю, так что... Ну, не на тебе. Будешь на моём канале смотреть. Ну да. Ну хорошо. Ко мне всех отсылать. Так, нам принесли горячее. Приглашаю вас на канал. Вкусное-привкусное. Мина Тарасова. Да. Приглашаю вас на канал. Приглашаю вас на канал Мина Тарасова. Приходите. Там у неё уже некуда едевать. Нет, почему? Ещё есть место. Есть место. Да, ещё есть место. Приходите. А мне лучше приходить. У меня весело. У меня всё время спрашивают. Как Люсин канал найти? Пожалуйста. А ты никогда не отвечаешь. Почему Люсин... Людмила Сахарова всегда говорю. Да. Да. А если мне кто-то пишет, я даже ссылочку даю. Да. Да. Ну хорошо, поверю. Так что верь. Я никогда не вру. Да. Ну хорошо. Стреску купить у меня, если никогда лишних не бывает. У тебя словами всё хорошо получается. У меня всё словами, да. Давай за дружбу. Вот чтобы наша дружба продолжала ещё много-много лет. Давайте хотя бы вчетвером собираться. Ну хотя бы. Если ещё кто-то потянется, да мы только... Мы не против. Мы не против совершенно. И будем с тобой дружить, гулять и всё такое. Главное гулять. И здоровье. Да. Ну мне сейчас некогда гулять. Ну что значит некогда? Мы не надо гулять собирать. Ну погода нету в огороде. Годим обязательно с ней гулять. Ну ладно. Целуй меня. Целуй меня. Целуй меня везде. Я взрослая. Я взрослая. Спасибо. Ну что, поднимаем. А потом повторно мы начнём, наверное. Конечно. Давайте, давайте, давайте. Поднимаем бокалы. Мы можем все собраться, посидеть. Это очень редко в наше время. Вообще мало таких, мне кажется, людей, как мы. Как мы. Таких больше нету. Нет. Таких больше нету. Только мы. Нет. Есть люди, собираются. Нам подошли-то, что нам работники какой-то говорят. Что-то вы зачистили. Да правда, что ли? Раз в год? Нет. Ну я начинаю, ты заканчиваешь. Всё. Третий раз в этом году. В этом году только третий раз. Всё. Май месяц закончится. И представляете. У меня в том, что сильно много народу придёт. Я тебе написала целую книгу. Поздравлений. Ты ещё и писатель. Я ещё и писатель. Ты ещё и писатель. Да. Это вообще. Как говорят, да. Лучший подарок – это книга. И прям что там, стихи или проза? Тут стихи. Короче, я тебя поздравляю. Я тебе сейчас всё зачитаю. Не всё сразу. Постепенно будем наливать и читать. Наливать и читать. Да. На весь вечер нам хватит этой книги. Что с пши надо заказывать? Наливать. Короче, с днём рождения, моя дорогая, любимая подруга. Моя самая красивая, добрая и настоящая. Хочу поблагодарить тебя за всё. Ты тот человек, который всегда поможет. Я очень ценю это. Ведь таких, как ты, у меня больше нет. Спасибо, что ты есть. Спасибо за твою мудрость и умение понимать меня. Смотри, ты даже там есть. На вложке. Ты там есть на вложке. А кто танцует? Это я вокруг тебя танцую, видишь? Красивая. В красном платье. Главное, видно сразу, что я умная, а ты стройная. Да, я красивая. Ты умная, я красивая. Так, ну и первую страничку я-то зачитаю. Я хочу в твоей ладошке положить совсем немножко Дуновенье ветерка, чтоб развеял все печали. Лепесток от василька, чтоб друзья не забывали. Лучик радуги цветной, чтобы мир купался в красках. Шёпот звёздочки ночной, чтобы снились только сказки. Каплю горного ручья, чтобы сердце было чистым. А ещё в ладошки я положу в свой взгляд. Ту чистый. И когда к тебе немножко грусть нечаянно нагрянет, Ты раскрой свои ладошки, и тебе теплее станет. Хорошо, спасибо. Я так и буду делать. Ну и всё, давайте мы за это. Поднимем дружно наши бокалы. А мы сейчас пролучи и всё уходим. В нашем девичьем возрасте иногда бывают такие какие-то отклонения непонятные нам. Мне тоже. То бессонница, то ещё что. Поэтому я желаю тебе, Люсечка, крепких, сладких снов. Вот тебе. Ой. На такой подушечке. Чтобы тебе крепко сладко полос. Ой, спасибо большое. И вкусные сны тебе снились. Спасибо большое. И что? Чтобы ты вернулась как будто бы в детство своё. Ой, спасибо большое. Ой, какая у тебя мечтательная. А я сейчас расскажу про свои, не то, что сны, а про то, что как я сплю. Я, можно? Я сплю на бочку. Вот на этом. То есть, ложусь. То есть, ложусь. Потом лежу. А, у меня ещё была такая игрушка, назывался кот. Наверное. У него, значит, была тут башка. Ну, вот так вот кельце. Тут башка, тут ручки и это. Лапочка. Короче, такая вот это. Рука-ножка. Вот. Ну, я так мне эту, я лягу ручку. А эту-то ручку куда? Я тут что-нибудь обниму, лежу. Потом вот у меня вот этот котик, он и стаскался. Всё, пошла, где было шито, он был сшитый. Всё раз за это. И я теперь сплю с подушечкой. Я вот как-то лягу, вот так подушечку прижму, обниму, и мне кажется, теплее. Мне грустно. И у тебя такое ощущение, что ты на море плаваешь, на подушечке. Нет, нет, да. Ты же любила на подушечке плавать. Когда холодно, когда холодно, вот так прижмёшь, и как-то теплее. Вот. Вот так вот, вот эту руку под подушечку. Нет, вот эту вот под подушечку, сверху. А потом я дальше. Потом я дальше. Я лежу, 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 не успела я уснуть, у меня рученьки затекли. Одна затекла, вторую я не знаю, куда деть. Я ложусь вот так вот, как пингвинчик. Раз, лапки вниз. О-о-о, как, да. Так раз, головку. Всё, поправлю, с этой стороны поправлю. И всё. И сплю. Как потом я просыпаюсь, я уже знаю. Но на правом, на левом боку я спать не могу. Уже. На этом спать нельзя, на этом. Нет, я раньше спала, я не замечала, на каком боку я спала. Мечта сбывается. Мечты сбываются. Мечты сбываются. Ну, я не знаю, сколько сейчас тебя, это мечта, но у тебя была мечта. Мечта была у меня туя и можжевельник. Это кто? Можжевельник. Можжевельник, спасибо. Так он уже прям это всё. Уже прикоренённый. Уже несколько, два года уже в земле у меня растёт, в контейнере, видишь, вот. Контейнер там, да, корни там чат. И теперь просто на улицу высадите, всё. Просто на улицу, там вот, там корни, прям уже вот, там корни, вот всё уже. И можно вот так аккуратненько это, чопс, перевывали. Хопс, хопс, кубик, конечно. Нет, я же не разрезать эту фигню. Нет, нет. Спасибо, Ближуя. Сейчас я расскажу быстренько про туи и про можжевельник. Я с Женей-то разговариваю, а Женя тоже там тоже. Ну, а про можжевельник-то она нет, а туи она что-то пытается выращивать. И, наверное, они у неё уже, ну, семян сеяло. Наверное, то ли год, то ли, наверное, год в доме прожили. Она говорит, вот что этим летом делать? Я говорю, высажу на улицу. Я говорю, вот такую свою пимпочку высадила, говорю, 2 сантиметра, перезимовала. Я не знаю, кто это. Нина из Питера привозила, там несколько семянушек одна выжила. Вот. И давай про можжевельник. Да я у тетя Галли была, она мне дала веточку туи, но, правда, туя, я говорю, больная. Ну, как что есть, я так и говорю. Ну, в смысле, обжегшая вот этим отцом. А, это-то фигня. Вот, говорю, она такая желтенькая, но я, говорю, посадила. Это она, ты, да, с этими, с пяточками, говорю, с пяточками. Ты их корневитила? Корневитила, говорю, у меня есть маленькая корневица, я, говорю, высыпала, обмазала всё. Вот, говорю, шесть туечек посадила, и там ещё у меня вошло четыре можжевельничка. А, я тоже хочу можжевельник. Я говорю, ну, если приживётся, я тебе дам, у меня тут четыре. Потом я одну такую бутылку взяла, пятилитровку, я туда натыкала их, потом пучок в воду поставила, и на улице ещё, наверное, штуки три-четыре посадила можжевельников. Вот, ну, ещё, говорю, ты такой, говорю, вариант, дядя Тегале так и сказала. У тебя, говорю, есть два варианта. Или ты мне даешь сразу, даёшь, выращиваешь, или ты мне даёшь, если у меня не получается, то ты мне даёшь. Мечты твои сбылись. Чего, кореницу дочке отдашь? Вот. Ну, вот. А это тебе? Это мне. Ну, вот она тоже говорит, я тоже хочу можжевельник. Нет, маленькая осталась уже. Так, ну, это тебе сейчас быстренько прочитаем. Ну, хорошо. День рождения – это первый из следующих 365 дней. Правильно я сказала? Твоего путешествия вокруг солнца. Наслаждайся поездкой. Картинка тут, видишь? Хорошо. Ну, потом посмотрим. Я могу и пешком в курсовце войти? Да, с днём рождения, дорогая подруга. Я спешу поздравить тебя, пожелать тебе счастья надолго. Нет, скорее, уже навсегда. Чтобы в жизни встречались те люди, что достойные были тебя. Чтоб не знала невзгод и горе. Чтобы очень любила себя. Я желаю не отвлекаться на пустые и злые слова. Для меня ты всегда прекрасна. Все, кто нужен, любят тебя. В этот день я тебе пожелаю не печалиться и не тосковать. Я сегодня тебе обещаю веселить тебя, развлекать. Видишь, как я тебя развлекаю? Ты живи на широкую ногу. Хочешь плакать? Пойди и поплачь. Все равно приду к тебе на подмогу. Обещаешь мне не тосковать? Ты достойна всего, что захочешь. Главное – вера в себя. Верили в свое сердце, родная. Обнимаю крепко тебя. С днем рождения. Пусть исполняются все мечты. Что нарисовано? Ноги в туфлях. Грибы. А я смотрю, грибы. Я читала про грибы. На море. С морщик. С днем рождения, подружка. Пусть все сложится так, как ты хочешь. Пусть звезды, гороскопы, планеты, боги, люди, удача помогут тебе осуществить твои грандиозные планы и мечты. Ой, можно я скажу одну свою мечту? Про мечты? Нет. Не про мечту. Одну из мечт. Одну. Одну мечтульку. Одну. Все-таки я иногда надеюсь, что ты меня вывезешь на море. На море. Ну, дай бог, доживем до следующего года. Ну, я не знаю, может, в следующем, по-за следующем. Одна-то я с рот никогда никуда. Подруга, хочу сказать тебе комплимент. Позитивнее тебя, человека, уж и нет. Проблемы с тобой мне всегда ни почем. Знаю, что точно поставишь плечо. Знаю, всегда ты меня рассмешишь. Путешествия на море со мной полетишь. Всегда и везде найдешь приключения. За это тебя я люблю, без сомнения. Когда мне хочется думать о чем-то хорошем и приятном, я всегда думаю о том, что судьба мне подарила такого хорошего человека, как ты. Видишь, тут две совушки сидят, обнимаются. Ну, и стишок от уныния. Ты проснулась, это раз. Огонь жизни не погас. За окошком есть трава, значит, зрячий. Это два. Вспомнил беды ты свои, нет склероза, это три. Денег мало, не стани, не своруют их враги. Еды мало, нечего жрать. Похудеешь, это пять. Оскорбляешь, прах и фух, повезло, имеешь слух. Дети довели твои, есть они, благодари. Сердце колет и болит, возликуй, еще стучит. А пока не ноют ноги, радуйся любой дороге. Жизни путь не выносим, значит, Господом любим. Вот, видишь, какие стишки я тебе нашла. Хорошие стишки, спасибо. Женщина не может жить без печальки. Даже если у нее все хорошо, она обязательно придумает себе печальку. А еще скандальку, плакульку и обижульку. И вот такая вот тут, видишь, картинка. Ну, это по-моему. Вреднулька. Вреднулька и обижулька, да? Моим подругам посвящается. Это я как бы всем уже говорю. Если тебе плохо, в гости приходи. Если тебе скучно, срочно позвони. Хочешь ты напиться, я к тебе приду. Хочешь поделиться, я тебя пойму. Только не закройся ты в своей беде. Просто набери мне и скажи, ты где? И жду встречи, подруга. Видишь, мы с тобой какие-то две красивые девочки. Так что я тебя поздравляю. И еще дарю подарок. Я еще здесь подарок небольшой. Беру такой. Небольшой. Небольшой? Видишь, какой небольшой. Так. Ну, теперь я немножко скажу про мечты. Про мечты. Когда-то давным-давно Нина увезла меня на море. Увезла меня и оставила там. Да. Да лучше бы ты меня там оставила. Лучше бы ты меня попросила. Да. А что, как мы говорили, карточка с собой, палатку поставил. Доживи себе, доживи. Квартирку можно какую-нибудь снять рядом. А тем более зимой там, я думаю, эти домики дешевле. Да, да, да. Теперь дешевле обошлось, чем дрова. Да, дешевле, чем дрова. Вот. Нет, ну, короче, как говорится, я жила и жила себе. И не знала. И не знала, что такое море. А потом, когда заговорили, что-то... Я сейчас вот так вот не помню этот разговор. Ну, смысл тот, что... Женя что-то, ага, тетя Нина там про море, билеты, это... Ты в курсе? Ты рада? Что ты на море поедешь? Нет, она сначала еще не говорила про море. Типа, ты радует. А мне-то что радоваться? Она едет и едет. Нет, что радоваться? Ага, потом что-то туда-сюда опять. Ну, как-то так, слово за слово. Ага. Ты рада, не рада, что... Так я еду. А, вон оно что. Я, конечно, была удивлена. Ну, как я сразу предупредила, что я хожу медленно. Вообще не бегаю. Вот, говорю, хочешь меня везти? Вот так резинку метровую. Мне на руку и к себе на руку. И чтоб я не потерялась. И вези. А можно вообще сейчас он как собачек выгуливает. Знаешь, как там? Ты можешь отвлечься там, посмотреть. Чик-чик-чик-чик. Да. Чик-чик-чик-чик. На скорости назад. Приехала я на море. Я люблю купаться. Приходим в 6 утра. Там вот море, я не знаю. И мы вдвоем. Ну, там, может, где-то далеко еще люди. Ну, тракторист едет. А, тракторист едет. Это трактор. Песок зверашивает. Боже мой, какая красота. Я там чуть не знаю. Вот. Ну, а сейчас, а потом, что мы еще как съездили-съездили. А сейчас... Ну, сколько раз ездили-то? Я уже что-то не знаю. Три. Три я знаю, что со счет любимых. Вот. Ну, и как бы мы еще и когда там те разы уезжали, прощались. Там эти монетки кидали оттуда, оттуда. И последний раз кидали. Ну, и тоже как бы заказывали. Уже вас там заждались. Да. Нет. Он тут просто... Как говорится, проблемы начались? Нет. А ну, даже мы как, всемирные проблемы? Нет. Мы как бы... Как бы по дорогам, по билетам мы как раз в 22-м году, да, мы как бы не планировали. Что-то, ладно. За деньги за свои-то уж мы не поедем. Мы поедем на следующий год за бесплатно. Да. Дорогу. Ну, и потом вот это все пошло и маленько нас сбило. Ну, а так-то как бы я еще, тоже еще, как с морем-то прощалась, говорю, кто его знает. То ли увижу я тебя еще, то ли, то ли, то ли, то ли вот это все. А Ольга, когда ездила, в каком году она, этого лета еще не было. В прошлом, когда за прошлым ли, в Сочи-то что, ну, там Галька села. Села вот так вот, ноги ее, и волнишечка такая идет, море жубит. Ну, она там прислала мне, вам привет, морюшка передает. Ну, мог там 20-30 секунд. А я не могу. Я говорю, я, говорит. Она посидела. Она говорит, я вообще не могу, я только вышли, и в этом случае в аэропорту, там такой запах какой-то болотины, я не могу. Она говорит, ну, что это болотины, это море, море пахнет так. Я говорю, не знаю, что мы всю жизнь, мы всю жизнь там жили, ничем нам не пахнет. И купались. Да, и даже купались. Вот. Ну, короче, не знаю, оно, как говорится, по состоянию, здоровье, то все. Ну, хотел бы мне хотя бы еще раз. Так что, ну, давайте, чтобы у нас мечты наши сбылись. Да. И на следующий год. Одна мечта! Так, фотографироваться никто не захотел. Люся говорит, давай, говорю, с цветочком сфотографируем, она не хочет. Вот, уговаривала, уговаривала. Я не фотографирую, я снимаю видео, так что можете позировать всяко-разно. Все, к сожалению, день рождения. Только раз в году. Девочки, спасибо. Да, я буду сказать. Нет, девочки. Девочки уже устали. Да, это все. Все, спасибо, все нормально. Только до свидания. Еще приходить? Да. Да мы что? А сказали, что часто ходим. Придем. Да, что день рождения только раз в году. Лучше бы оно было и раз в два года. И так бы оно считалось. Раз в десять лет. Раз в пять лет. Да, раз бы оно так и считалось. Сейчас уже надо чаще наоборот. Ну да, что так ближе-ближе-ближе и сто лет. Мало ли как, там полгода будем скоро отвечать. Да, ближе-ближе и сто лет. Как и кто-то где-то в этих юмористах писал, что мошенники звонят и там спрашивают дату рождения. Я им сказал 30-02-78. Ну, говорит, они проехали 30 февраля. А-а-а. И они... Нормально. Вот что и нам. Жаль, что у нас не 30-е и не 29 февраля. Короче, закончился день рождения. Все расходятся по домам. Либо, да пошли в магазин еще уже. Простите. Мы тебя пропустим. Мне не надо в магазин. Ну, не надо, я знаю. И тебе снимать, целоваться. Люся с подарками. Полные руки подарков. Цветы. Да. Вот это в пакетик сложила. Не захотела фотографироваться с цветочками. Говорит, что я как колхозница буду с цветочками стоять фотографироваться. Но не хочешь, не надо. А что, бутылка, подушка? Больше, что еще надо нам, да? Выпила? Или на подушечку. Я говорю, выпила и на подушечку. Ну вот, я уже на работе. Прошел сегодня очень хорошо, так сказать, на позитивном, на позитивной ноте, да? День рождения у Люси. Хорошо мы посидели, отдохнули, поговорили, посмеялись. И все разошлись по домам. Ну, я пришла домой, немножко вздремнула и пошла на работу. Вот сегодня я в ночь работаю. Что хочу рассказать еще? Хочу вам рассказать, как меня пытаются обмануть мошенники. Это просто вот сейчас, буквально сегодня я девчонкам рассказывала про звонки, которые поступают мне на телефон. И сейчас мне буквально вот присылают сообщения про вот эту схему, как мошенники обманывают, ну, пенсионеров, да? Да, звонят мне, значит, вот два раза подряд. То ли два дня подряд звонили, то ли в один день два раза мне позвонили. Звонят и сообщают, что у меня неучтенный стаж пенсионный где-то там увидели они. И предлагают мне, значит, прийти к ним. Я уже сейчас не помню, что они там говорят. Но, короче, я вижу, что номер телефона. Сначала первый раз звонили они, там, 495 номер какой-то идет. Как в московский, да? А второй раз звонили сотового, то есть сотовый номер обозначился. Но первый раз звонят, все называют по имени, отчеству меня. И говорят, что вот там проверяли, и вот пенсионный фонд, значит, там у вас неучтенный стаж 8 месяцев. Вам нужно будет обратиться, прийти. И я, ну, я так, я уже поняла, что это мошенники. Я говорю, говорю, хорошо, говорю, я приеду. Говорю, приеду. Вам надо еще, ну, когда вы приедете, что когда подойдете, то есть нужно будет еще электронную очередь там какую-то записаться вам на электронную очередь. Я говорю, хорошо, я говорю, приеду и запишусь на электронную очередь. Ну, то есть, как бы я не стала даже разговаривать. Я отключилась, и все. И буквально мне в этот день или на следующий день мне звонят, ну, вот я говорю, уже с другого номера звонят. И то же самое, та же самая схема, то же самое 8 месяцев, говорят, что у меня неучтенный стаж. Ну, я уже стала как бы подыгрывать. Думаю, сейчас я, ну, разговариваюсь, думаю, что-нибудь там буду спрашивать, буду говорить. Вот, они, значит, опять мне говорят, что нужно там куда-то подъехать, наподобие что-то такое. Я говорю, какой адрес вы мне скажите, куда подъехать? Куда они мне сейчас скажут, там какую-то улицу назовут или еще что-то? И они сразу отключились. Вот, поэтому, как вот написано было в сообщении, что, ну, про этих мошенников, да, они называют там какой-то код, что, то есть, нужно им какой-то, видать, что-то, они там отправляют какой-то код на номер телефона, и вот нужно этот код им сообщить, и там что-то они деньги с карточки снимают или как, я не знаю. Ну, короче, вот такая вот ситуация. Поэтому, кто меня видит, кто меня слышит, если вам звонят, то есть, вы не поддавайтесь этому обману, и что-то можете там пошутить с ними, например, да, или же вообще сразу не слушать и отключайтесь. Вот, это такое-то у меня сегодня. Как говорится, напоследок я вам рассказала такую мою ситуацию. Ну, и, в общем-то, что вам сказать? Погода, я думаю, что налаживается, уже 10 градусов тепла. Было очень холодно сегодня, и ветер холодный, и холодно вообще. Ну, вроде завтра обещают потепление. Будем, будем надеяться, будем ждать. Спасибо всем, кто посмотрел нашу посиделку. Вот, и всего вам доброго. С вами была Яня Тарасова и вся моя дружная, любимая компания подружек. Все, всем пока-пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok